В эфире Вести в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. Страсти начали накаляться. Какие партии могут попасть в новый состав парламента, а какие нет? Мнение политиков и экспертов на эту тему узнаете скоро. За кого взялась на этот раз налоговая служба, какие штрафы применило ведомство. Подробности в выпуске. 2019 год был объявлен главой государства годом семьи в Республике Молдова. Четыре российских региона готовятся ко второму туру губернаторских выборов. Серия взрывов и пожаров сотрясла американский штат Массачусетс. Там сразу в трех городах произошла детонация бытового газа. А теперь все это и многое другое подробно. 2019 год объявлен в Республике Молдова годом семьи. Об этом сообщил президент страны Игорь Дадон на Всемирном конгрессе семьи. Открытие масштабного мероприятия состояло сегодня во Дворце Республики. Конгресс, работы которого продлятся до воскресенья, собрал около двух тысяч участников из сорока стран. Его основная цель – обсудить проблемы, с которыми сталкиваются традиционные семьи во всем мире. Всемирный конгресс семьи проходит в нашей стране впервые. С инициативой провести мероприятие выступил президент Республики Молдова Игорь Дадон. На официальной церемонии открытия глава государства рассказал о причинах, которые побудили его провести у нас такое масштабное мероприятие. По его словам, за последние годы в нашей стране стремительно падает рождаемость. В нынешнем году всего 35 тысяч детей по всей республике пошли в первый класс. Хотя всего несколькими годами ранее этот показатель был на четверть выше. Количество студентов сократилось на 30% в сравнении с 2013 годом. Эти и другие показатели, по словам главы государства, говорят о массивной миграции, слаборазвитой экономике и продвижении в стране ценностей, иных, чем семейные. К сожалению, сегодня институт семьи подвержен эрозии и разрушению, как никакая другая социальная структура. Всем нам известны такие проблемы, как депопуляция, массовая миграция, рост, количество разводов и абортов, отсутствие социального обеспечения семей. Согласно некоторым прогнозам, население Республики Молдова может сократиться на более чем миллион человек в 2050 году. То есть страна потеряет треть населения. С демографическими проблемами сталкивается не только Молдова. С подраждаемостью отмечен во многих странах мира. Конгресс же призван создать удобную платформу для обсуждения проблем, с которыми сталкиваются семьи в современном мире. Так, мероприятие собрало около 2000 участников из 40 стран. В течение трех дней они будут обсуждать влияние различных факторов на продвижение традиционных семейных ценностей. Среди основных тем – экономический кризис, развитие образования, влияние средств массовой информации, различных религий и идеологий. Проблемы, с которыми сталкиваются молодые семьи. На основной вопрос, что такое традиционные семейные ценности, ответил председатель Всемирного конгресса семьи Брайан Браун. Мы собрались здесь из разных стран. У нас разные национальности, разные религиозные убеждения, у нас разные происхождения. Но мы все вместе осознаем красоту картины матери и отца, мужа и жены, которые живут вместе ради себя, но также для блага общества и церкви. Это не изобретение. Напротив, это то, что делает сплоченнее нас, как людей. О семейных ценностях рассказали и другие почетные гости мероприятия и высокопоставленные лица из разных стран. Каждый из нас, когда говорит о семье, он в первую очередь думает о том, что когда он приходит домой или когда он уходит на работу, он должен быть счастливым. Потому что может быть достаток, может быть очень хорошее образование, может быть успех, может быть много побед. Но если человек при этом не счастлив, и если его близкие не рядом с ним и не поддерживают его, я думаю, что все эти победы и все эти достижения не стоят ничего. Западное общество переживает сейчас решающее время о роли и статусе института семьи. Вместе нам легче обозначить все риски и подумать о способах исправить эту ситуацию. Потому что если ничего не изменить, общество будет разрушено или даже просто вымрет. Семья – это единственная структура, которая может удовлетворить человеческую потребность в совершенной любви и заботе. Это естественная основа для всего хорошего и благородного. И несмотря на плохие известия, мы видим сейчас, что молодые люди во всем мире стремятся к этому. По случаю проведения Конгресса президент Молдовы Игорь Дадон объявил 2019 годом семьи в нашей стране. Отметим, Всемирный Конгресс семьи проходит уже в 12-й раз. Впервые он состоялся в 1997 году в Соединенных Штатах Америки. Наталья Фомина, Руслан Каунов, Вести Молдова. Далее к новостям политики. Слухи о переносе даты парламентских выборов необоснованы. Так считает вице-премьер по европейской интеграции Юрий Лянко. В ходе передачи на одном из частных телеканалов он заявил, что дата проведения выборов 24 февраля 2019 года была назначена согласно действующему законодательству. А все слухи о том, что они могут состояться раньше, а не в указанный срок – это всего лишь спекуляции. Напомним, что накануне бывший мэр муниципи Абелц, председатель нашей партии Рината Усатый, заявил в соцсетях о том, что дата проведения парламентских выборов будет перенесена и что они могут быть организованы еще в декабре. А цель такого ухода властей, по мнению Усатого, – это застать врасплох политформирование, чтобы те не успели подготовиться. Отметим, что эти выборы пройдут по новой смешанной системе голосования. Тем временем предвыборный период стал уже накаляться. Многие эксперты наряду с политиками выступают с разными сценариями, мнениями и доводами по поводу тех политформирований, которые пройдут следующий парламент. О некоторых таких точках зрения узнаем из следующего сюжета. В связи с выборами в законодательный орган, запланированный в феврале следующего года, председатель ЛДПМ Тудер Делиу сказал, что либерально-демократическая партия Молдовы скажет еще свое веское слово. На одном частном телеканале Делиу также заявил, что ЛДПМ продолжает переговоры с партией «Платформа достоинства и правда» и партией «Действия и солидарность» по поводу будущей коалиции на парламентских выборах. Дискуссии также ведутся и по поводу тех кандидатов, которых выдвинет избирательный блок, при условии, что все они пройдут через фильтр проверки на добропорядочность. «Мы не хотим повторения того, что произошло, когда мы прошли в парламент с 23 депутатами, а сегодня нас осталось всего пятеро. Пятеро тех, кто выдержал то давление, которое на нас оказывали». Заявил лидер «Либерал-демократов». Делиу также высказался и касаемо пункта политической программы партии об объединении с Румынией. Он уточнил, что эта поправка была введена, потому что в рядах ЛДПМ должно быть место и для тех, кто ощущает себя румыном. Тема у Нере будет присутствовать и в электоральных действиях либеральной партии. Так, председатель политформирования Михаил Гимпу заявил, что ЛП создаст коалицию с теми политформированиями, которые проголосуют за объединение Республики Молдова с Румынией. «Я хотел бы, чтобы объединение Республики Молдова с Румынией произошло 1 декабря этого года, и тогда парламентские выборы от февраля 2019 года уже будут не нужны». Заявил Гимпу, выступая на общественном телеканале. Он добавил, что, по его мнению, предстоящие парламентские выборы будут сложными, поскольку будут проведены на основе смешанной избирательной системы. В свою очередь, представитель партии «Платформа достоинства и правда» Андрей Нестаси утверждает, что его политформирование не будет допущено на парламентские выборы. «Правящей коалиции захочется отстранить ПДС и ППДП от участия в гонке, потому что она осознает наличие больших рисков, которые проявились в ходе избирательной кампании за пост мэра столицы». Сказал Нестаси, добавив, что на парламентских выборах, как и на прошедших местных, необходимо продолжить борьбу с режимом столь же настойчиво. Заявления Андрея Нестаси пока не были прокомментированы представителями правящей коалиции. Тем временем партия демократов созвала этим вечером Национальный политический совет политформирования. О принятых решениях представители партии объявили в ходе брифинга. Так, лидер Демпартии Влад Плохотнюк сообщил о том, что в деятельности политформирования наступят очень важные изменения, и эти изменения будут строго в соответствии с интересами простых граждан нашей страны. Также Плохотнюк отметил, что за 27 лет независимости Республики Молдова в стране не существовала партия, которая бы по-настоящему боролась за промолдавские интересы. Поэтому ДПМ, начиная с сегодняшнего дня, провозглашает себя как истинная промолдавская партия. «Политическая программа Демпартии будет основываться на предложениях и видениях простых граждан, о которых вся команда ДПМ узнает из встреч в территориях», – заявил Влад Плохотнюк. Также лидер ДПМ отметил, что в следующий вторник в рамках заседания политформирования основной темой обсуждений будет вопрос о кадровых изменениях в правительстве. Новости столичной жизни. Эффективная политика в области муниципальной собственности – это один из главных факторов, который должен лежать в основе экономического развития Кишинео. Такое мнение высказали эксперты в ходе публичных слушаний в мэрии. Так, по словам Виктора Керонды, муниципальная собственность принадлежит всем жителям столицы и должна использоваться властями для их блага. Но, к сожалению, в сегодняшнем Кишинео ситуация другая, – сказал эксперт. Керонда добавил, что многие здания в столице появляются без авторизации, а участки попросту отчуждаются без наличия документов. «Подобное положение будет сохраняться, если у местных властей не будет сформировано четкое видение по управлению муниципальной собственностью, процессу сдачи в аренду и другим процедурам», – подытожил Керонда. По словам эксперта, дефицит муниципального бюджета растет с каждым годом, а в 2018 году он достиг 290 миллионов леев. Продолжаем выпуск. Посол по особым поручениям в области экономики. Такая должность появится в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции. По словам главы ведомства Тудора Ульяновски, введение этой новой должности продиктовано необходимостью укрепления возможностей продвижения активной экономической дипломатии в интересующих Молдову странах. О других новостях узнаете далее из нашей постоянной рубрики «Короткой строкой». Уже решено окончательно. Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган совершит официальный визит в Республику Молдову в период с 17 по 18 октября. Точная дата визита турецкого президента согласована по дипломатическим каналам двух стран. В рамках визита Раджеп Таипа Эрдогана планируется открытие здания президентуры, которое было отремонтировано при поддержке турецкой стороны. Также президент Турции посетит и ГГУ «Скоавтономию». Там власть автономии начали уже комплекс подготовительных мероприятий для приема главы турецкого государства. Отметим, что Раджеп Таип Эрдоган посетит нашу страну по личному приглашению главы государства Игоря Дадона. Прюмское соглашение. Договор ЕС, позволяющий полиции обмениваться информацией о ДНК, отпечатках пальцев и другими данными, было подписано в четверг в Вене пятью странами Балкана и Восточной Европы, в том числе и Молдовой. Конвенция была первоначально подписана Австрией, Бельгии, Францией, Германией, Лексенбургом, Нидерландами и Испанией. В городе Прюм в 2005 году. Как отметил австрийский министр внутренних дел Херберт Кикл, подписание такого документа является важным этапом в борьбе с организованной преступностью, торговлей людьми и в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Петицию, адресованную ряду европейских структур, призывают граждан подписать представители движения национального сопротивления АКУМ. В документе требуется расследование дела о краже миллиарда, а также наказать причастных к этому граждан Республики Молдова. Авторы петиции говорят, что необходимо собрать 50 тысяч подписей, до сих пор документ был подписан 6,5 тысячами человек. Напомним, что необходимости подать петицию движения АКУМ, состав которого входит партия Действия Солидарность, партия Платформа Достоинства и Правда, ЛДПМ и представители гражданского общества, объявила еще 26 августа во время акции протеста в центре столицы. Закон ОТО ГАГАУЗИ об образовании был отменен Высшей судебной палатой по требованиям Министерства просвещения Молдовы. По версии чиновников из Кишинео, закон противоречит Конституции и национальному законодательству в области образования. Отметим, что документ был принят Народным собранием ГАГАУЗИ в 2016 году и предполагал учет региональной специфики, в частности, расширение применения в учебном процессе гагаузского языка. Представители руководства автономии пока не прокомментировали данное судебное решение. С начала этого года в столице было демонтировано 108 торговых точек – киосков, лотков, холодильников. Как сообщает генеральная мэрия, вскоре планируется убрать еще 15 неработающих киосков. Органы местного публичного управления муниципи Кишинео распорядились, чтобы все киоски, которые не работают, или чьи лицензии были просрочены, и рекламные щиты состекшей авторизации будут демонтированы. Высокий уровень пожароопасности наблюдается в некоторых регионах Греции, в связи с чем Министерство иностранных дел европейской интеграции предупреждает граждан Республики Молдова, которые собираются отправиться на отдых в эту страну, быть весьма осторожными. По данным местных органов, в области гражданской защиты, начиная с 12 сентября, продолжает действовать повышенный риск пожаров. Четвертый уровень по пятибальной шкале на островах Хиос, Самос, Икария, Родос, Кос и Калимнос, отмечается в сообщении МИДЕИ. Напомним, в июле в Греции бушевали крупнейшие за последние десятилетия лесные пожары, в результате которых погибли десятки человек. 14 сентября свои самые знаменитые композиции исполнил композитор Юджин Дога. Его концерт состоялся на железнодорожном вокзале в столице. Руководство госпредприятия железной дороги Молдовы вручило мастеру высшую железнодорожную награду – медаль «Почетный железнодорожник». Это стало знаком благодарности за то, что композитор разрешил ЖДМ использовать его музыкальные композиции в поездах и на железнодорожных станциях. Продолжаем выпуск. Проект Кодекса природного газа представлен для публичных консультаций. Документ был разработан операторами газовой системы и содержит основные правила эксплуатации сетей, а также требования к безопасности и качеству газа. Проект Кодекса природного газа нацелен на регулирование отношений, которые возникают при планировании развития и модернизации эксплуатации сетей природного газа. Он был разработан операторами газовой системы и представлен специалистом Национального центра по регулированию в энергетике. Нарыжи, в свою очередь, сейчас передала проект для публичных консультаций. Так ожидается, что документ позволит отечественным операторам обмениваться данными с операторами других стран, установит принципы сотрудничества, взаимоподключения и правила, необходимые для управления потоками природного газа. Также в кодексе указаны правила эксплуатации сетей и требования к безопасности и качеству газа. Отметим, что Молдова является одной из сторон договора энергосообщества, что обязывает нашу страну установить единые технические нормы для операторов газовой системы в соответствии с требованиями ЕС. В противном случае государство будет оштрафовано. В то же время будут необходимы инвестиции со стороны операторов по транспортировке природного газа. Проект кодекса афиширован на официальном сайте Нары. Продолжаем выпуск. 370 тысяч леев. Такой штраф был применен налоговой службой в отношении 70 поставщиков косметических и парикмахерских услуг в стране. Согласно пресс-релизу ведомства, после проведения мониторинговых и контрольных мероприятий были установлены нарушения налогового и административного порядка. Главная налоговая служба предупреждает, что меры по мониторингу налогоплательщиков, предоставляющих косметические и парикмахерские услуги, будут продолжаться до конца года. В этом контексте налогоплательщиков призывают соблюдать требования законодательства. Далее поговорим о спорте. В эти выходные в 20-м турнире национальной дивизии встретятся футбольные команды «Шериф» и «Зимбру». Отметим, что терраспольские игроки занимают в таблице первое место, а ребята из столицы расположились на четвертой позиции. Тем самым разница в накоплениях составляет 21 очко. О других спортивных новостях в следующем обзоре. Михаил Латышев, Данил Адамко и Жоржел Крецу. Воспитанники спортшколы имени Бориса Петхова из Белц завоевали золотую и бронзовую медали на международном турнире подзюдо среди кадетов за Кубок независимости Молдовы. Соревнования проходили в Кишинео и в них участвовали спортсмены из 13 стран. Отметим, что дзюдоистов из Белц готовили заслуженные тренеры Республики Молдова Геннадий Мелешкевич и Юлиан Петковский, а также мастер спорта Валерий Мелешкевич. В эту субботу, 15 сентября, в спортшколе имени Бориса Петухова пройдет международный турнир подзюдо, посвященный памяти тренера Александра Найшута. В «Адлуй воды» состоялся товарищеский матч между юниорской женской сборной Молдовы по футболу и клубом «Чубручу» GTC, возглавляющим после двух туров таблицу Чемпионата Республики у взрослых. Игра завершилась со счетом 5-1. Среди тех, кто забил гол, были Олеся Терентьева, Ванесса Андрея, Шенелла Катан, Даниэла Мордарь и Арина Чекина. Команда «Саксон» одержала победу над футбольным клубом «Серец» в матче 15-го чемпионата Молдовы в дивизионе А. Игра, проходившая в селе «Серец», завершилась со счетом 0-4 в пользу гагаузской команды. На 54-й минуте Абдул Фадика добил мяч в ворота соперника после ошибки голкипера хозяев Георгия Викола. Спустя две минуты «Сороки» снова атаковали, и точный удар произвел Эрик Нэ. А все точки над «И» в игре расставил Александр Мизернюк, который мощно пробил прямо над голкипером хозяев. Этой победой «Саксон» добыл важнейшие три очка в преддверии матча с футбольным клубом «Кахул-2005». Сейчас короткая реклама, а сразу после этого продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. В эфире «Вести» и мы продолжаем говорить о главных событиях дня. Далее перейдем к основным новостям из рубежа. Президент России Владимир Путин собрал сегодня в Кремле Совет Безопасности страны. Глава государства рассказал членам Совета о своих контактах на Восточном экономическом форуме. А встреч было очень много. Еще одна тема – Сирия. Совбез, в частности, выразила беспокойность по поводу высокой активности террористов в провинции Идлиб. Прошлись также по вопросам внутрироссийской социально-экономической повестки. А еще президент вместе с участниками совещания поздравили с днем рождения Дмитрия Медведева. Премьер-министру России сегодня исполнилось 53 года. Апелляционный суд Англии постановил провести дополнительное обсуждение аргументации Украины по делу о долге перед Россией в 3 миллиарда долларов. Киев утверждает, что эту помощь прежние власти страны получили якобы под давлением со стороны Москвы. Теперь доводы сторон по существу рассмотрит Верховный суд Великобритании. В Минфине России не сомневаются в том, что речь идет лишь о временной отсрочке взыскания долга. Решение апелляционной инстанции заключается в следующем. Из четырех доводов украинской стороны было не поддержано три. По одному из них апелляционный суд Англии решил провести принадлежение о проведении более глубокого детального изучения вопроса. Речь идет о предоставлении Российской Федерации кредита якобы под воздействием российской стороны. Мы обратимся в Верховный суд Англии и уверены, что правосудие, английское правосудие сможет объективно разобраться и принять соответствующее решение. Напомним, долг Украины перед Россией образовался в конце 2013 года. Россия выкупила украинские еврооблигации, предоставив тем самым правительству Украины 3 миллиарда долларов, в которых остро нуждалась экономика. Это был первый транш из обещанных России 15 миллиардов долларов финансовой помощи. Причем без всяких предварительных условий, которые выдвигал Киеву Международный валютный фонд в виде повышения для населения тарифов на газ или сокращения социальных выплат. Москва тогда, по сути, бросила тонущему соседу спасательный круг. Деньги должны были пойти на развитие экономики. Развитие не последовало, а вскоре произошел госпереворот, и уже новая майданная власть отказалась возвращать деньги, назвав их частым долгом Януковича. В марте прошлого года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить долг России в полном объеме. Сегодня Киеву удалось лишь на некоторое время затормозить процесс. Если Верховный суд Великобритании поддержит аргументы России, то это решение будет уже окончательным, и Украине придется платить по счетам. Далее у разгули стихии. Десятки поваленных деревьев, унесенные ветром крыши, обесточенные дома. Все это – последствия мощного урагана, который накануне вечером и ночью пронесся по территории Урала в России. В ближайшие часы регион ожидает новый удар стихии. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют до 25 метров в секунду град и дождь. Дождь и сильный ветер, скорость которого достигала 25 метров в секунду, и как результат повалены десятки деревьев. Они падали прямо на припаркованные автомобили. Ураганный ветер сносил дорожные знаки, оборвал линии электропередачи. 3000 человек в Свердловской области остались без света. Разгул стихии пережили и в соседнем Пермском крае. В городе Красновишерске ураган срывал кровлю с ряда зданий. Серьезные повреждения в детском саду. В здании детского сада, которые сегодня работать не будут, дети будут приниматься в соседние детские сады. В настоящий момент организована работа оценочных комиссий по определению нанесенного ущерба, а также определению объема работ, аварийно-занельных работ. Ущерб сейчас подсчитывают. Повреждено как минимум 14 зданий. В Красновишинском районе остались без электричества 58 населенных пунктов, в которых живет более 6 тысяч человек. Сейчас полным ходом идут восстановительные работы. А тем временем коммунальные службы Среднего Урала вновь получили предупреждение о возможном ухудшении погоды. Вновь ожидается шквалистый ветер. До 25 метров в секунду сильный дождь и град. Между тем, 4 российских региона готовятся ко второму туру губернаторских выборов. В Приморье он пройдет в ближайшее воскресенье, а во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии на неделю позже. При этом активные предвыборные дискуссии идут уже сейчас и на местах, и в стенах Госдумы. Две фамилии в бюллетене. В Приморье судьба губернаторского кресла решается во втором туре. Краевой избирком решил назначить повторное голосование как можно быстрее. В регионе все еще действует режим чрезвычайной ситуации после наводнения. Бессонные ночи у нас начались с воскресенья, и я чувствую, закончится в понедельник. Моряки уже голосуют. 217 избирательных участков на судах дальнего плавания. На суше максимальное количество участков постараются снабдить камерами видеонаблюдения и системами автоматической обработки бюллетеней. Самотестирование. Сканер готов к работе. У исполняющего обязанности главы Приморья Тарасенко в первом туре было голосов едва ли не вдвое больше, чем у соперника, коммуниста Ищенко. Но окончательный ответ, кто займет кресло губернатора, будет дан лишь во втором туре. Лидер ЛДПР записал вот такое официальное обращение к приморским избирателям. Уважаемые жители Приморья, в ближайшее воскресенье вам предстоит второй тур, и вы изберете главу Приморского края. Губернатор, к вам у меня одна просьба. Вы не должны поддерживать кандидатов от КПРФ, от коммунистов. Сто лет кровью истекает наша страна. Они незаконно захватили власть в 17-м. Этажом ниже, там как раз располагается кабинет лидера российских коммунистов, немедленно отреагировали. В партии гордятся, что она преемница КПСС, и в квалификации своих кандидатов губернаторы уверены. Почему человек, который сидит много лет в Думе, ведет себя по отношению к нашей истории, к нашим коллегам, к избирателям таким неподобающим образом? Что касается выборов, избиратель сейчас умный и очень ответственный. Избиратель понимает, что надо принимать ответственные решения. Ну и последнее. Из всей истории нашей, тысячелетней истории, самый-самый яркий период был, это в Великой Советской эпохи. Мы были самые космические, самые победные, самые читающие, самые образованные, самые успешные. Перед нами снимал весь мир шапку, с уважением относился. Подготовка к региональным выборам идет под контролем федеральных политиков. ЛДПР и КПРФ продолжают бороться за второе место в российской партийной системе. Соперники давние. Шириновский говорит, что хорошо знает слабые места конкурентов. Они связаны с коммунистами, сверхбогатые, миллиардеры. Это что, разве это не мошенничество? Они говорят, что они за рабочий класс, за трудовое крестьянство, а сами разбогатели. Потому что они продолжают разворовывать нашу страну. Второй тур в Приморье через два дня. В Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии через полторы недели. Между тем, британская пресса сегодня обсуждает интервью россиян, которых Лондон обвиняет в отравлении скрипалей. Журналист разбирает его на цитаты. Главное место в статьях для официальной точки зрения. Власти Великобритании не верят словам Петрова и Баширова и продолжают настаивать на своей версии событий. Эксперта по химоружию, который в размышлениях Лондона усомнился, накануне задержали. Руслан Баширов и Александр Петров по-прежнему объявлены британской прокуратурой в розыск и продолжают действовать европейский ордер на их арест. Правительство Великобритании сообщило, что не верят заявлениям о том, что они невиновны. Ложь и возмутительные фальсификации, озвученные в интервью российскому государственному телеканалу RT, являются издевкой над зрителем. Что более важно, они глубоко оскорбительны для жертв и близких этой ужасающей атаки. К сожалению, этого следовало ожидать. Представляющий Солсбери депутат, отправящий партии консерваторов Джон Гленн, продолжил линию, озвученную Кабинетом Министров. Это полный абсурд считать, что эти люди не имеют отношения к атаке. Мы должны вести себя правильно, несмотря на то, что Россия проявила такой акт агрессии. У меня нет никаких сомнений в их виновности. Газета Daily Telegraph написала, что Москва собирается делать из подозреваемых героев телешоу, на что тут же отреагировало посольство России в Великобритании. Оскорбления и ультиматумы нельзя расценивать как вопросы. Со своей стороны, Россия отправила более 60 запросов в сторону Великобритании, не получив ни единого значимого ответа. За прошедшие пять месяцев представители России так и не получили возможности пообщаться с пострадавшей в Солсбери Юлией Скрипаль. Лондон отвергает все предложения Москвы о сотрудничестве в расследовании этого дела. Между тем, в Англии арестован эксперт по химическому оружию Крис Базби, который утверждал, что за отравлением Скрипалей стоят спецслужбы США и Великобритании. Нет абсолютно никаких доказательств того, что яд, которым отравили Скрипалей, прибыл из России. Причиной визита полиции, по словам соседей, был семейный скандал. Но полицейские не только задержали Базби, но и изъяли у него из дома несколько предметов, которые будут изучать эксперты по взрывчатым веществам. Ученый известен тем, что неоднократно появлялся на телеканале Russia Today, который 13 сентября показал интервью с обвиняемыми Лондоном россиянами. Серия взрывов и пожаров сотрясла американский штат Массачусетс. Там сразу в трех городах неподалеку от Бостона произошла детонация бытового газа. Пострадали не менее 13 человек. Первые взрывы раздались, когда жители Андовера уже вернулись с работы и готовились садиться за семейный ужин. Мощные хлопки последовали один за другим. Началась паника. Многие даже поначалу подумали, что их дома подверглись бомбардировке или атаке террористов. Однако вскоре стало ясно, что причина ЧП – взрыв бытового газа. Сначала я услышал громкий хлопок, а затем из подвала повалил дым. Судя по всему, взорвался нагреватель. Мы с женой решили не рисковать и как можно скорее выбираться из дома. Полиция рекомендовала нам срочно эвакуироваться. Я побежал в дом за сыном. Он принялся собирать вещи, но я сказал ему бросить все, потому что речь идет о газе. К этому часу известно как минимум о 70 случаях возгорания. Пострадали не менее 13 человек в трех городах Массачусетса. Местный телеканал сообщает о погибшем подростке – 18-летнем Лионеле Робсоне. Он находился в машине и пытался уехать подальше от дома, когда на него упала дымовая труба, взлетевшая на воздух постройки. На ликвидацию последствий ЧП брошены все экстренные службы штата. За 39 лет работы в пожарной службе я еще ничего подобного не видел. Когда я приехал на место ЧП, это было больше похоже на Армагеддон со всех сторон, клубы дыма, как в зоне боевых действий. Основной версией произошедшего называют прорыв газопровода. В этот день там как раз проводили ремонтные работы. Уже эвакуированы почти 8 тысяч потребителей. В школах отменены все занятия. Ситуация все еще очень опасна. Поэтому нам необходимо как можно быстрее понять, что именно там произошло. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы оказать людям помощь. В пострадавших районах отключили подачу газа. Однако под угрозой еще остаются десятки домов. Их жителей просят ни в коем случае, пока они пользуются электроприборами и газовыми плитами, чтобы это не привело к новым возгораниям. А восточное побережье США уже находится во власти мощнейшего урагана Флоренс. Первыми, кто встретил удар стихии, стали жители Северной и Южной Каролины. Там идут ливни и уже начались подтопления. Наводнение ожидается катастрофического масштаба. По прогнозам, вода может подняться на 3 метра. Скорость ветра в эпицентре Флоренс превышает 40 метров в секунды. Отменены тысячи авиарейсов. Без света остались 150 тысяч домов. И цифра эта постоянно растет по мере продвижения урагана по территории США. Другим темам. Совет безопасности ООН продлил еще на год срок полномочий миссии по поддержке Ливии. Ее цель – содействовать урегулированию в этом государстве. Однако на деле, как рассказали сегодня в МИДе России, все эти договоренности не соблюдаются. После вмешательства США и их союзников во внутренние дела Триполи, в стране воцарился хаос и разруха. Это наглядный и очень трагический пример, абсолютно фиаско эксперимента западных стран по геополитическому моделированию. Моделированию мирового масштаба, безусловно, имеющего отражение на всем регионе Ближнего Востока и Севера Африки. И, конечно, просто испепелившего, истребившего ливийскую государственность. Как об этом заявляли западные государства, в Ливию должна была прийти демократия. Видимо, она пришла. И поэтому единых органов государственного управления в стране до сих пор нет. Вот так сейчас выглядит распределение сил в Ливии. После убийства Каддафи в 2011 году в стране до сих пор нет единых органов госуправления. К власти рвутся как минимум три основные силы, включая командующего ливийской национальной армии и главу правительства нацъединства. И это не считая многочисленных племен. Обстановку в стране дестабилизируют и террористические группировки, в первую очередь ИГИЛ и Аль-Каида. То есть Ливия, которая некогда обеспечивала стабильность в регионе, теперь превратилась в рассадник исламского терроризма, транзитера мигрантов Европы, а также в источник контрабанды оружия и наркотиков. По сути, вот такой ливийский сценарий мог ожидать и Сирию, если бы Москва вовремя не оказала поддержку официальному Дамаску. Тем временем в Сирии, в административном центре провинции Дераа, начали разбирать баррикады, еще недавно разделявшие город на две части. Одну контролировали официальные власти, другую – боевики, которые, воспользовавшись амнистией, сейчас возвращаются к мирной жизни. Город, в котором и начался захват Сирии боевиками, сегодня представляет печальную картину. Пустые улицы, разрушенные кварталы. Мечеть Алямари, где после освобождения водрузили государственный флаг страны, еще недавно служила для боевиков штабом и складом оружия и боеприпасов. Оружие, включая бронетехнику, боевики сдавали под гарантию Российского центра по примирению враждующих сторон. Процедура проверки тех, кто решил вернуться к мирной жизни, конечно, была непростой. Абушариев, бывший командир крупного отряда боевиков, теперь возглавляет местное ополчение, рассказывает нам о деталях этого важного процесса, когда тысячи обманутых сирийцев смогли вернуться к мирной жизни. Нас проверили и дали определенные гарантии. Теперь нам надо держать данное слово. Не стрелять, а строить, восстанавливать страну. Наша задача теперь. Селение от боевиков освободили пару месяцев назад. Параллельно с раздачей гуманитарной помощи, которую доставили сюда в ДРА российские военные, идет проверка тех вчерашних боевиков, которые окончательно решили сложить оружие. В группировке нас было несколько тысяч. Командир вообще не платил нам. Вернуться домой вместе со мной решили почти две тысячи человек. Остальные уехали в Идле. Российские офицеры в ходе гуманитарной миссии проводят встречу с теми, кто может оказать влияние на еще не сложивших оружие боевиков. Мы не только останавливаем ведение огня, мы оказываем содействие в восстановлении социальных объектов, налаживании мирной жизни в различных районах юга Сирии. Флаг России сегодня по-прежнему является гарантом мира. Провинция, в которой и началась сирийская война, заявляют представители местных властей, обязательно будет восстановлена. И снова вернемся в Россию. Сегодня исполняется ровно 100 лет, как эта страна перешла на международную систему меры весов. Дегретом советского правительства были упразднены оршины, версты, ведра и фунты. На смену им пришли метры, километры, литры и килограммы. Привыкали к ним довольно долго. Еще до середины прошлого века многие в обиходе использовали старые слова. И вот теперь, спустя 100 лет, международная система измерения опять может обновиться. Подробности в следующем репортаже. Российская копия международного прототипа метра сегодня хранится в сейфе института метрологии. Это первый платиновый иридиевый метр, полученный при подписании в 1889 году во Франции. Эталон килограмма спрятан под двумя стеклянными колбами. На него нельзя даже дышать. Точность до миллиграмма. Ровно век назад переход на метрическую систему был революционным. Еще древнегреческий философ Протагор считал, что человек есть мера всех вещей. Старорусская система измерения полностью подтверждала этот тезис. Так, например, расстояние между пальцами широко расставленных рук называлось сажень. А была еще сажень косая, оршин, локоть, пять и вершок. Указательный палец. Отцом метрической системы в России считает Дмитрия Менделеева. Он первым вместо оршина за основную единицу длины стал использовать метр, равный 1,40 миллионной части парижского меридиана. Но вплоть до революции старая система в России была господствующей. Если русские купцы сначала торговали, например, продавали ткань, измеряя на локте, локоть, ну вот, согните, получается, вот один локоть. А при торговле с восточными странами появился оршин. Оршин – это длина всей руки, орш, персидский локоть. Обязательной и единственной для всей страны метрическую систему сделали большевики. Реформа приживалась тяжело. Для ее популяризации Владимир Маяковский предложил рассказывать о ней на конфетных обертках. Сладкоежки первыми выучили, что на смену фунту пришел килограмм, а в одном ведре – дюжина литров. Это эталонное ведро. Его вместимость – 12 литров. И по нему проводили поверку всех других мер, которые применялись. Стандартизация измерений победила, но погрешность уточняется до сих пор. Сегодня метр тесно связан с единицей частоты и времени. Здесь расположена аппаратура современного эталона длины метра, которая измеряется относительно скорости света. И это позволяет нам измерять при помощи лазеров с высокой точностью. Уже в ноябре этого года произойдет важное историческое событие. На генеральной конференции по мерам и весам в Париже планируется принять обновленную международную систему измерения. Единица массы килограмм отныне будет определяться через количество атомов и их вес. И новости культуры в завершении. История одного назначения, которая совсем недавно вышла в прокат, становится поводом провести урок литературы, причем прямо в кинозале. В основу фильма легли реальные события из жизни Льва Толстого. Как говорят зрители, после просмотра ленты произведения классика читаются совсем иначе. На урок литературы в кинотеатр 11-классники рассаживаются в зале и готовятся увидеть на большом экране главного героя фильма – Льва Николаевича Толстого. Совсем непривычного, ни из учебника, ни великого русского, а такого простого и понятного. Сюжет этой истории одного назначения удивляет. В новом фильме Авдотьи Смирновой писателю еще нет и сорока. В перерывах между работой над войной и миром он неожиданно разводит японских свиней и занимается спортом. После фильма обсуждение в фойе кинотеатра и первая рецензия. Такого экранного Толстого школьники увидеть не ожидали. Лично меня это пробрало, мне это понравилось. Наполняет какими-то новыми чувствами в душе. Очень здорово, что существуют такие фильмы. Очень хочется сразу читать, правда. Очень хочется попробовать именно когда ты узнаешь об авторе. Продолжение дискуссии в классе. По школьной программе они уже прошли и севастопольские рассказы, и войну, и мир. Новый фильм разбирают на цитаты. Как раз это не обман ожидания, это было очень ожидаемо. Позволь мне согласиться с соглашением. В основе сценария реальные эпизоды из жизни Толстого и антураж тоже реальный. От костюмов и декораций 19 века до походки героев и их речи. Историческая достоверность позволяет рассматривать такие киносеансы, как один из интерактивных образовательных форматов. Еще один способ понять литературных героев и самого автора. Фильм «История одного назначения» – прекрасный пример тому, как соединяется вот жизнь, литература и кино. И кроме того, они видят классика самого Толстого. Я вас совершенно иначе себе представляла. Это с пером в зубах и черный ламинал. Поручий Григорий Колокольцев. Именно вокруг него разворачивается действие. Он знакомится с Толстым в поезде, приезжает к нему в Ясную Поляну, а потом герои встречаются в суде. Оба становятся участниками драматических событий. Это действительно случилось с Толстым. В военном суде он выступал защитником полкового писаря, ударившего командира. На экране точная фиксация эпохи. Ну как мне, не любить русский народ. Это уже сосуд доброты и муссердия. По красной дорожке в Москве актеры «История одного назначения» прошли всего несколько дней назад. Тогда же картину оценили и первые зрители. Эту историю я не знала. Такого Толстого я никогда не видела. Это прекрасное кино, которое... Я смотрела его совершенно не как участник, а как зритель. Первый приз картина получила еще до премьеры на Кинотавре. Сравнить свои представления о классике с кинообразом Толстого можно уже сейчас. «История одного назначения» в российском прокате. На этом информационная программа «Вести» подошла к концу. С вами была Олеся Кайряк. Напомню, что подробное подведение итогов уходящей недели с отчетом о главных событиях, комментариями и мнением экспертов и аналитиков о происходящем в стране и мире ждет вас уже завтра в программе «Вести недели Молдовы» в 19.00 и в воскресенье. Не пропустите. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова